Приветствую вас, давайте будем разбираться с тем что вы написали. У меня есть мужчина, с которым у нас только отношения в постели, пишите вы и не больше. При этом его все устраивает. Ну а я испытываю к нему сильные чувства. Давайте так. Вот когда вы начали с этим мужчиной встречаться только, у вас возможно не было еще к нему сильных чувств, да? Ну, потому что как бы вы бы не успели, да, еще? Потому что все-таки чувства, они возникают не сразу, да, все-таки. Какое-то время на чувства, ну, нужно, да, чтобы чувства появились, чтобы чувства как-то, ну, начали о себе заявлять, да, и так далее. Вот. Что заставило вас быть в отношениях с этим человеком? Когда? Когда чувств фактически у вас еще не было? Ведь вы знали, наверное, что как бы любви к вам у него нет. Вы знали, наверное, что чувств к вам мужчина, ну, не испытывает. Вы знали, наверное, что ему от вас нужен только секс. Вы это все знали. И тем не менее, вы согласились на отношения с ним. Почему? Почему? Вопрос. Почему? И, как правило, как правило, у подобных моделей поведения, у подобных проявлений есть причины. Ну, например, причина может быть в том, что вы боитесь остаться одна. Причина в том, что вы не уверены в себе. Причина в том, что вам, ну, нужен, например, мужчина рядом, нужен человек рядом с вами. Ну, чтобы он был с вами, да, потому что там не особо важно, наверное, кто и как, да, важно, чтобы был. То есть я не хочу сказать, что вы в отношения могли бы вступить с кем попал. Нет. Нет. Но вам нужен мужчина, нужен человек рядом. И он, этот мужчина, именно тот... Вы наделили его, наделили его образ, наделили его самого теми качествами, которых у него изначально не было. А вам эти качества нужны. И нужны до сих пор. Но основная проблема, конечно, в том, что он вам изначально нужен. То есть изначально у вас к этому человеку чувства потребностные. То есть он нужен мне. Я в нем нуждаюсь. Я там, ну, 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 хочу быть с ним. Да? Понимаете, какая штука? Ну, вот. И вопрос... Вопрос. Именно такой, в чем вы нуждаетесь? Что заставило вас... Еще раз повторю вопрос. Что заставило вас согласиться на отношения такого типа? Когда вам, мужчина, ничего не должен, да, значит, он интересуется вами только в интимной сфере, а у вас, как бы, к нему чувства. Вот. То есть изначально это такие вот деструктивные достаточно отношения. Это деструктивная модель отношений, которая вас не удовлетворяет, которая позволяет вам накапливать бонусы, накапливать обиды. Копить. Копить. Копить негатив на него, на мужчину, на ситуацию в целом. Может быть, даже на себя за что-то. Ну, вы можете себя обвинять в чем-то, что вот вы там, например, недостаточно хороши для него, допустим, ну и так далее. Большое количество, может быть, причин для этого. Вот. Знаете, какая вещь? Дальше. Я испытываю к нему сильные чувства, но при этом даю некоторые секреты. Вы знаете, если честно, смысл того, что вы написали, то есть я испытываю к нему сильные чувства, но при этом даю некоторые секреты. Вот смысл этой фразы, смысл этого выражения для меня, если честно, немного ускользает. Во-первых, что это за чувства сильные? Любовь? Тогда, если это любовь, почему вы плачете? Если это именно любовь? Если это подревность, ну какая-то в чем-то, да? Нужда. Вы в нем нужда, то в чем? Если вы боитесь чего-то, ну чего-то, неважно чего, просто чего-то боитесь. Опять же, момент чего, почему. Знаете, какая штука? Вот. Все это, все это, все это, желательно проанализировать. Почему так происходит? Почему вы испытываете такие чувства к мужчине и так далее? Ну и, соответственно, вас ведь что-то заставляет же, да, быть с ним, все равно испытывать какие-то эмоции к нему, да, испытывать к нему какие-то чувства. И так далее. Вот. И это не реализуется должным образом. Понимаете, в чем дело? Не реализуется должным образом, не получается это у вас реализовать. Неудовлетворенность растет. Растет неудовлетворенность. Вот. Понимаете? И если неудовлетворенность растет, да, то растет и обида. Растет негатив, растет как бы, ну, потребность, растет, растет накал эмоций. Вот. Дальше. 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 Что это за секрет такой, который вы, ну, от него скрываете? Таите. Таите. Таите секрет. Вот. Что это за секрет такой? Что вы таите? Таите. Ну, вы же понимаете, да, что как бы это нужно понять, почему есть этот секрет у вас, с чем он связан? Вы можете его не говорить на самом деле. Именно нам. А просто подумайте для себя. Вот. Если вы не можете мужчине доверять, а вы, получается, не можете ему доверять, ну, потому что секрет у вас. Вот. То какие могут быть отношения между вами тогда? Понимаете? Вот. Вы не принимаете себя полностью, потому что у вас секрет. Ну, вы, вы что-то скрываете. Да? Вот. И вы, естественно, не можете принять его тоже, потому что вы себя не принимаете. нельзя принять человека, да, если вы сами себя не принимаете. Вот. Это невозможно. Понимаете? Какая штука. Дальше. И после секса с ним на любые его действия реагирую остро. Ну, здесь, конечно, как бы не очень понятна вообще ситуация. То есть, почему вы реагируете остро, на что именно вы реагируете остро. и почему, как бы. То есть, ну, если реагируете, то, чем особенно вы реагируете, то, чем вы реагируете остро. И почему. как бы. Вот. То есть, ну, если реагируете, то, в чем острота проявляется. То есть, вы ведь об этом ничего не пишете. Знаете? Какая вещь. А нужно. Для информации нужно. Любое маленькое сказанное не то интонацией слово может задеть. Хорошо. Хорошо. А если вас может задеть любое, как бы, ну, даже маленькое слово, да, его, то простите меня, пожалуйста. Чья это проблема? Ну, вот. Что, значит, что вас задело. Чья это проблема? Как вы думаете? Ваша или его? Вот. Попробуйте. Попробуйте. Попробуйте подумать на эту тему. И проанализировать, в связи с чем происходит, значит, задевание. То есть, ну, почему вас это задевает? Вот. Вообще. что именно задевает? Из-за чего? В чем конкретно? Знаете, вы как бы не пишите, а в своих эмоциях именно. именно. То есть, да, понятно, что вас задевает. Но, как бы, если вы просто скажете, что вас просто задевает, меня просто задевает, да, просто задевает. Ну, как бы, ладно. А причина? Не знаю. Откуда у вас это издевствовали? Вот. Может быть, из чего откуда-то. Понимаете? Разбираться нужно с этой ситуацией. Мы же, ну, не телепат. Значит, после этого не могу смотреть в глаза. Почему? Он делает мне больно. Чем? Вот, понимаете, вот у вас очень такая интересная повиция. Очень интересная повиция. Я бы сказал даже, знаете, такая детская повиция. Он делает мне больно, он виноват. Он делает мне больно, он негодяй. Ну, он негодяй, что делает мне больно. А то, что он, как бы, ну, изначально вам, я понял, и не обещал ничего, то, что, как бы, он ничего, ну, не обещал ничего вам, не предлагал такого. Да? Вот. Вы такое впечатление, что уже забыли. И то, что вам больно, вы это ставите, как, как бы, ну, ему вину. Но в действительности, в действительности, то, что вам больно, это сигнал о том, что вы, вы что-то делаете не так. Что именно делаете не так? Ну, это, понятное дело, нужно разбирать. Ну, если вы хотите, чтобы ваша жизнь, чтобы ваши отношения изменились, чтобы они стали как-то лучше, чтобы они стали как-то более… ну, здоровыми, скажем так. Вот. Нужно разбираться с этими вещами. Вот именно с этими вещами, которые вы пишете. И как они стали возможными и почему? Ведь я же не ошибаюсь, если скажу, что вам нужен такой тип отношений. Я же не ошибаюсь, если скажу, что вы, ну, знали, на что идете и, как бы, куда идете и вообще. Вот. Ну, скорее всего, нет. Ну, а если вы этого хотели, если вам это было нужно, значит, что? Ну, значит, вам для чего это было нужно? Ну, это и надо понять, для чего. И тогда мы сможем вам помочь. Тогда мы сможем вас направить. Тогда мы сможем вам, как бы, дать необходимые рекомендации по выходу из этого состояния. Вот. Дальше. Если немножко взгляну, начинаю плакать. А-а-а, хорошо. А из-за чего? Ну, вот. Вы плачете. Из-за чего вы плачете? В чем обидно, вот. Как бы, попробуйте, ну, отрефиксировать обиду свою. То есть, что она из себя представляет? Обидно. Она же как-то, ну, отражается у вас. Она же что-то из себя представляет, да? Эта обида. Как-то она же проявляет себя, да? Вот. Ну, и, соответственно, вопрос, как бы, у меня к вам. Вот. Значит, что это за чувство такое у вас? Почему вы его испытываете, это чувство? Как бы, его природа? Вот. Скорее всего, скорее всего, вы испытываете, как бы, зеркальное чувство. Это даже не зеркальное, неправильно сказать. Ассоциативное чувство из детства. Где-то когда-то вы испытывали похожих чувств. Ну, просто охотное чувство у вас было. Вот. Может быть, с родителями где-то вот вы испытывали что-то такое вот подобное. Вот. И теперь вы испытываете вот то же самое, только уже сейчас с мужчиной. Как бы на автопилоте. Вот. То есть, как вы, грубо говоря, не привыкли нести ответственность за себя. Тогда в детстве, как вот вам родители не приучились, что нужно нести ответственность за себя, да? За свою жизнь там и так далее, грубо говоря. Так вот, к сожалению, вы сейчас продвигаете эту же, но продолжаете эту линию поведения. Эту модель поведения. Вот. Плохо ли это? Ну, это нормально. Это нормально. Вряд ли вы могли как-то иначе, по-другому себя вести. Вряд ли. Вот. Я не думаю, что вы могли. Но это решаемо. Это решаемо. Почему так происходит? Вы вот спрашиваете. Значит, смотрите. Происходит это потому, что вы фрустрируете. То есть, вам хочется от мужчины получить аж ту реакцию, которую вы хотите получить. То есть, это может быть внимание, это может быть любовь, это может быть что-то вот такое. Вот. А он вам дает то, что он может так. Только. А вы это в нем не принимаете. Ну, потому что вам этого мало. Вот. И как бы из-за этого вы плачете. Это обида. Вот. Плачете вы от обиды. Пластическая обида. Вопрос только в том, на кого это обида. На молодого человека вашего. Ну, если честно. Знаете. Я думаю, что вряд ли. Вряд ли. На молодого человека обиду. Скорее всего, там обида на кого-то. Ну, на кого-то еще. То есть, не на... Не только на молодого человека. Там обида есть еще на кого-то. Можно проанализировать это. Надо как-то понять. Вот. Если хотите. Потому что, ну, вообще-то, вообще-то момент два. Вот. Вы же спрашиваете, почему это происходит, да? Вы же спрашиваете, а почему так? Вот. Как бы. Вот. Вот вы говорите, почему так происходит, да? Так происходит потому, что имеют место быть неконтролируемые эмоции. То есть, вы эти свои эмоции, да, вы их неконтролируете. Вы ими не управляете. Как бы эмоции, эмоции, они живут на службе вам, а не наоборот. Понимаете? Обычно в норме должно быть, чтобы эмоции как бы управлялись человеком и нормально реализовывали. А у вас, у вас все получается наоборот. Что? Вы служите эмоциям. Вы служите, как бы, своим, ну, потребностям, может быть. Своим желанием может быть, вот, вы служите. И из-за этого происходит такая вот неприятная штука с вами. Вот, собственно, и, как бы, весь ответ на ваш вопрос, почему так происходит. Фрустрация. Фрустрация. Чтобы не было фрустрации. Чтобы ее убрать. Вот. Вам нужно, конечно, поработать над собой как следует. Вам нужно понять, откуда эти обиды вообще у вас взялись, что они из себя вообще представляют. Вот. Кто вас с этой вот такой модели поведения научил, что вы, там, секреты какие-то стоите в себе, там, и так далее. Тогда будет возможным выстраивать нормальные, здоровые отношения без каких-то таких вот ожиданий завышенных. Вот. И с адекватным отношением и не менее адекватным, значит, направлением реализации своих желаний, которые вам тоже нужно, ну, реализовывать. Вот. Ну, и я рекомендую о причинах подумать. Да? То есть это что? Неуверенность в себе, да? Значит, страхи какие-то, сомнения, ну, вот. Возможно, устойчивый образ, ну, мужской, например. Соответственно, неумение поставить себя с мужчиной, да, то есть, ну, не совсем соответствующее вам направление модели женского поведения. Вот. Ну, и, соответственно, тип, тип как бы личности, психотип. Да? То есть, вот. Я вот так читаю, да, что вы пишете, значит, что у вас секреты таите, то есть, такой, вы знаете, романтизм, может быть, ну, такой гипертрофированный романтизм. Да? Вот. Ну, это по факту, по факту, это как бы нереализованные желания детства. По факту. Вот. Вот. И неумение вести себя как взрослый. Вот. То есть, вы вот просто вот сами пока, я вот не знаю, будете ли вы консертироваться с психологом или нет, да, вот вы по факту сами себя спросите, вот что происходит как бы со стороны как бы на себя посмотрите, да, вот что происходит вообще со мной сейчас. В данный момент что происходит вообще? Что со мной вообще? А все. И вот как раз будет понятно. Будет понятно. Вот. На этом все, я думаю. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!